МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Вятка Ензы". Проект длиною в несколько тысяч километров и с перспективой дружбы на многие десятилетия. Кировская делегация приняла участие во встрече представителей регионов ПФО с китайскими политиками и бизнесменами. Смогут ли автобусы заменить любимые народом электрички? На неделе транспортный вопрос решали депутаты Шабалинского района, члены общественной палаты и власти региона. Продуктовая карта для многодетных, возврат к советскому прошлому или инновационная программа для поддержки региональной экономики. На неделе областное правительство объявило о старте уникального социального проекта. Семь дней из жизни Кировской области. Факты, персоны, цифры. Здравствуйте. Это программа Вести. События недели. На неделе в Нижнем Новгороде состоялась встреча сопредседателей совместной рабочей группы по вопросам развития сотрудничества между регионами ПФО и провинцией Китая. Напомним, это ответный визит китайской делегации. Несколько месяцев назад делегация регионов Приволжья посетила провинции верхнего и среднего течения реки Янцзы. В ходе переговоров шла речь о налаживании более тесных торговых и гуманитарных связей между Россией и Китаем. Во время поездки по КНДР Кировскую область представлял губернатор Никита Белых. В Нижнем Новгороде делегацию нашего региона возглавил заместитель председателя областного правительства Георгий Мачехин. Первые итоги переговоров с китайской делегацией подвел полномочный представитель президентов ПФО Михаил Бабич. Уже существует два документа, такие внутренние содержательные документы. Это перечень инвестиционных проектов в разрезе каждого региона, как с китайской стороны, так и с российской, которые могли бы быть реализованы на наших территориях. И дорожная карта по гуманитарному сотрудничеству, которая включает в себя очень большой набор предложений, проектов в сфере образовательного, культурного, туристического обмена. Ну и вот такой, может быть, базовой частью этой работы станет участие наших китайских коллег, а потом и наших ребят в работе молодежного форума, ежегодного молодежного форума Приволжского федерального округа. И от этого мы уже будем дальше, так сказать, отталкиваться в развитии наших образовательных, культурных других связей. И, соответственно, мы предполагаем, что буквально в начале 2014 года рабочие группы уже обсудят окончательно для утверждения перечень этих инвестиционных проектов. И, соответственно, мы с Градином Незначи, после утверждения нашим руководством вот этого перечня, этих подходов, подпишем уже, соответственно, соглашение в разрезе каждого субъекта федерации тех проектов, которые подлежат двухсторонней реализации. Во время встречи с китайской делегацией представителю каждого региона ПФО была дана возможность кратко презентовать возможности своей территории и приоритетной сферы для сотрудничества. Георгий Мачехин рассказывал о лесной промышленности Кировской области. Кроме того, в нашем регионе уже есть примеры успешных обменных программ в сфере вузовской науки. Подробности в материале Кирилла Сосорятина. Представители делегации обсудили ход подготовки реализации совместных инвестпроектов и разработку дорожных карт в гуманитарной области. Регионы при Волжье представили китайским партнерам наиболее интересные проекты для совместной реализации. Кировская область обратила внимание на перспективные проекты в сфере лесоперерабатывающей промышленности. Был предложен проект строительства ЦБК на базе площадки Мородыковской. Этот проект для нас, безусловно, важен, потому что такой лесной край, как Кировская область, не имеет у себя крупного переработчика низкосортной древесины. Это, в принципе, ненормально. То есть так не должно быть. И такое производство, оно в конце концов все равно у нас создаться. Поэтому и мы считаем, что и по продукции, и по применению технологии и оборудования это будет интересно и для китайской стороны. Не менее перспективный проект был представлен в сфере строительства. Совместно с китайскими партнерами в нашем регионе планируется создать комплекс по производству цемента. В гуманитарной сфере, по словам Георгия Мачехина, китайская сторона имеет виды в Кировской области на исторический туризм. Также наш регион готов продолжить уже имеющийся успешный опыт реализации совместных с Китаем образовательных программ на базе ВИАД ГГУ. Сотрудничество с китайскими вузами для нашего университета имеет историю. В 2007 году впервые мы подписали договор, и сразу же к нам тогда приехало на обучение порядка 40 студентов. Все они успешно закончили, получили диплом бакалавра. Это программа смешанная. Она предполагает участие двух сторон. Сейчас китайские студенты обучаются по схеме 1 плюс 3. Первый год высшего образования они заканчивают у себя на родине. А на оставшиеся три года до получения диплома бакалавра приезжают в Киров. Сегодня в университете обучаются граждане КНР на всех курсах и даже в магистратуре. В основном гости с Востока получают филологическое образование. Я люблю русский язык, и я хочу изучать литературу. Более подробно. Мне тоже нравится русский человек. После обучения большая часть студентов возвращается на родину, но некоторые продолжают обучение в Кирове. В ближайшем будущем ВИАДГГУ планирует разработку новых программ обучения китайских студентов по направлениям дизайн и физическая культура и расширение сотрудничества с китайскими вузами. В феврале 2014 года в городе Чунцин КНР в ходе очередного заседания совместной рабочей группы планируется окончательное согласование инвестпроектов и дорожной карты по гуманитарному сотрудничеству. Кирилл Сосолядин, Денис Тружков, Вести, Кировская область. Бюджет Кировской области в следующем году ждет режим жесткой экономии. Об этом на неделе шла речь на заседании правительства области. Замедление темпов роста мировой и российской экономики негативно влияет на ситуацию в регионе. Тем не менее, расходы на социальную сферу не только не будут снижены, но и увеличатся. Подробнее Андрей Дозорцев. Вопрос о бюджете на 2014-2016 годы рассматривался вместе с прогнозом социально-экономического развития области. Его основные показатели легли в основу проекта главного финансового документа. Как отметили на заседании, прогноз сформирован исходя из анализа сложившейся ситуации в экономике. В нем учитываются оценки развития крупнейших предприятий области. Прогноз разрабатывался в сложной макроэкономической обстановке. В 2012 году фактически завершился восстановительный рост после кризиса 2008-2009 годов. И мы, так же как и Россия в целом, столкнулись с ограничениями по спросу на основную продукцию, снижение конъюнктуры цен на товары, производимые в области. В целом, ситуация вынуждает правительство области пересматривать ранее сделанные прогнозы в сторону понижения роста экономики. В результате, социально-экономическое развитие области сказывается на формировании бюджета. Например, поступление налога на прибыль планируется меньше, чем предполагалось ранее. Кроме того, отмечается снижение средств, предоставляемых из федерального бюджета. Показатели по доходам спланированы напряженные для исполнения. Для их выполнения потребуется усиление работы по мобилизации и наращиванию доходов, и улучшению их администрирования. Доходы бюджета на 2014 год планируются в сумме более 39 миллиардов рублей, расходы более 44 миллиардов. Дефицит бюджета составит около 5 миллиардов рублей. Тем не менее, правительство области не собирается снижать социальные расходы. Наоборот, они увеличатся. В следующем году в соответствии с указом президента ожидается рост зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы. Она увеличится у педагогов, основного персонала учреждений культуры, некоторых работников здравоохранения, социальных работников. Учитывая возросшие социальные обязательства для обеспечения сбалансированности областного бюджета, введен жесткий режим экономии и изыскание внутренних резервов. В первую очередь, сохранен режим экономии при планировании расходов на управление. На содержание органов государственной власти планируется тратить меньше норматива, установленного Минфином России. Благодаря этому удастся с экономией 340 миллионов рублей. В целом, расходная часть бюджета будет сконцентрирована на решении задач по улучшению качества жизни населения. Проект бюджета в ближайшее время будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания области. Андрей Дозурцев, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область. Новость об отмене электричек по будням дням до Шабалину и других отдаленных поселков вызвала большой общественный резонанс. На неделе состоялось экстренное собрание Шабалинской районной думы, посвященное только транспортным вопросам. С места событий репортаж Ивана Швецова. От устойчивого транспортного сообщения между Шабалиной и Кировым зависит в первую очередь доступность жизненно важных социальных услуг для населения. К примеру, в Шабалину нет ни врача-педиатра, ни врача-гинеколога. И доехать до специалистов этой квалификации, которые работают, к примеру, в Свече, Котельничье или Кирове, местные жители могут в основном на электричках. Поэтому неудивительно, что любое изменение в движении электропоездов воспринимается местными жителями крайне болезненно. Как утверждают представители пассажирской компании на официальном сайте, сокращение числа электричек произойдет в связи со снижением пассажиропотока и переходом на зимнее расписание. Сейчас между Кировом и Шабалину ежедневно курсируют три электропоезда, которые следуют по маршруту Киров-Котельничь-Свеча-Шабалину. И если до Котельничья поезд идет практически битком, набитый людьми, то на оставшемся расстоянии до Шабалину электричка следует почти пустая. Сохранение ежедневного железнодорожного сообщения с Котельничем мало поможет жителям Шабалинского района. Доехать до Котельничья на автобусе, а потом добраться до Кирова на электричке, теоретически возможно. Но на практике это крайне неудобно из-за разницы в расписании автотранспортного предприятия и железной дороги. Доехать до Кирова на такси вообще не вариант. Цена этой услуги в 5000 рублей делает ее роскошью для подавляющего большинства жителей Шабалинского района. Ну хорошо, туда уедешь, без 15 и 7 автобус идет, там 9-часовая электричка, где-то около 12 и будешь в Кирове. На прием к врачам уже никуда не успеешь, ну и обратно, естественно, вернуться уже не на чем будет. Это нас никак не устраивает жителей местных. Студентов столько, а это самое, допустим, люди по работе, как это будут так это работать. Мы пенсионеры, нас в больнице больше всего беспокоит. Ну если же от меня, то хоть бы в среду сделали, чтобы в среду, пятницу и воскресенье, то в среди недели ходила электричка. Лучше бы цену увеличили, но совсем не убирали. Автобусное сообщение не решит проблему. Как-то уже было, когда электричка вот ходила до свечи, посылали два автобуса и то люди не помещались. Там расстояние большое, два автобуса, это нереально. Тем более, сами знаете, автоприятие наладом дышит. До часа Х осталось совсем немного времени, по сути, всего четыре дня. И местные депутаты решили созвать внеочередное собрание районной думы. Приехал на него и депутат законодательного собрания Кировской области Станислав Куршаков. Он привез надежду на благополучное разрешение этой сложной ситуации. Как сообщил депутат, ему удалось заручиться устным согласием представителей Волговятской пригородной пассажирской компании, что электрички Шабалино-Киров, Киров-Шабалино будут ходить по старому расписанию вплоть до Нового года. Однако пока это соглашение остается устным. Юридически оно никого ни к чему не обязывает. Наверное, эта пассажирская компания решила, что в конце года надо потревожить правительство Кировской области, чтобы заключить соглашение на перевозку пассажиров в пригородном направлении и датировать выпадающие доходы, в том числе, наверное, и на 14-й год планируемые. Депутаты Шабалинской районной думы согласны, что сейчас пригородные поезда ходят достаточно часто и готовы пойти на некоторое сокращение количества рейсов. Вполне можно отказаться от одной ежедневной электрички из трех, считают народные избранники. Но все единодушны в мнении, что нельзя так резко обрубать связь района с областным центром, как это хотят сделать волговятской пригородной пассажирской компанией. Напомним, что в планах сократить электропоезда по будним дням и оставить только те, которые ходят по выходным. Расписание стало согласовываться только на уровне области и директивно уже стало доводиться до районов. Данная ситуация достаточно непростая, понятно, но она и неправильная. В первую очередь согласование все равно должно идти с районами. И дальше уже после того, как будет согласование с районами, дальше уже должно согласовываться в области. Депутаты решили обратиться за помощью к губернатору Никите Белых, областному прокурору и главному федеральному инспектору по Кировской области Фердеуису Юсупову. Отметим, что пригородные перевозки частично датируются из бюджета Кировской области именно по причине их социальной значимости. Однако бюджет в будущем году будет дефицитным. И сможет ли областное правительство изыскать средства на субсидирование пассажирских перевозок – пока большой вопрос. Иван Швецов, Вячеслав Голиков, Вести, Кировская область, Шабалинский район. На неделе стало известно, что маршруты и рейсы пригородных поездов в Кировской области до конца года будут сохранены. Договоренность об этом была достигнута губернатором Никитой Белых с руководством Горьковской железной дороги. Но что будет дальше? Этот вопрос активно обсуждали члены областной общественной палаты. По словам главы Департамента дорожного хозяйства Альберта Запольских, пригородные электропоезда всегда были убыточными и датировались и средств областного бюджета. В прошлом году на поддержку социальных маршрутов было выделено 150 миллионов рублей. Но фактически железнодорожники получили только половину – 77 миллионов рублей. Второе полугодие из-за недостатка средств в областном бюджете пока не оплачено. С 1 января 2014 года, уже вы, наверное, об этом видели и по телевизору об этом много говорили, в прессе печатали, что федеральное правительство резко сокращает дотации железной дороги и, соответственно, тариф для пригородных компаний увеличился ровно на 49%, то есть стал половину от стоимости. Соответственно, исходя из увеличенного тарифа пользования инфраструктурой железной дороги, пригородные компании нам уже прислали проекты договоров, исходя из которых в следующем году Кировская область должна будет в качестве выпадающих доходов выплатить пригородным компаниям сумму порядка полумиллиарда рублей. Таких денег в бюджете Кировской области нет. Их даже нет в том объеме, который мы платили в прошлом или в этом году. На заседании палаты прозвучало предположение, что решить транспортную проблему могло бы расширение автобусных маршрутов. Но те же жители Шибалино отмечали, как сложно и дорого пользоваться автомобильным транспортом. Так что наболевший вопрос о сохранении любимых в народе электричек остается открытым. В эфире итоговая программа «Вести Кировской области. События недели». Смотрите во второй части выпуска. Продуктовая карта для многодетных. Возврат к советскому прошлому или инновационная программа для поддержки региональной экономики. На неделе областное правительство объявило о старте уникального социального проекта. Скрытые угрозы, заброшенные скотомогильники, как биологическая бомба замедленного действия. Специальный репортаж из Афанасьевского района. В эфире итоговая программа «Вести Кировская область. События недели». Многодетные семьи города Кирова получат продуктовые карты. На неделе областное правительство объявило о начале нового социального проекта. Каждый месяц на карту многодетной семьи будут перечислять одну тысячу рублей. Потратить деньги можно в определенных магазинах на определенные товары. Условия участия в проекте изучил Андрей Дозовцев. В правительстве области подчеркивают проект «Продуктовая карта пилотный». Он новый не только для региона, но и страны. Проект будет действовать пока только шесть месяцев, начиная с октября этого года. Принять участие в нем смогут многодетные семьи города Кирова. Это дополнительная поддержка многодетных семей к тем мерам соцподдержки, которые сейчас есть в области и в Российской Федерации. И второе – это косвенное направление, это поддержка местных товаропроизводителей. Продуктовая карта выглядит как обычная банковская, и выдавать ее будет банк. Многодетные семьи, которые встали на учет в органы социальной защиты до 1 октября, получат ее уже с 15 числа. Участвовать в проекте смогут и семьи, которые встанут на учет позже. При получении карты на ее счете будет находиться одна тысяча рублей. Эти деньги можно будет израсходовать на продукцию местных товаропроизводителей, и в этом случае ежемесячно данная сумма денежных средств будет восстанавливаться. Если многодетная семья израсходует деньги на иные товары и услуги, то тогда компенсации не будет. Для того, чтобы вновь получить компенсацию, семья должна положить на карту свои средства, а затем израсходовать их на товары местных производителей. Расплачиваться карты можно будет только в некоторых магазинах. Пока для участия в проекте заявились 4 торговых сети. Всего 46 магазинов. Список товаров, которые участвуют в проекте, уже сформирован. В данную перечень вошло 1445 наименований продуктов. То есть это молочные, мясные продукты, хлебобулочные, овощные и так далее. В программе участвуют 36 предприятий. Это все наши известные предприятия. Сейчас в Кирове зарегистрировано около полутора тысяч многодетных семей. В общей сумме на продуктовые карты запланировано перечислить 18 миллионов рублей. По окончании проекта в правительстве области подведут итоги. Тогда и будет решена дальнейшая судьба проекта. Андрей Дозорцев, Игорь Охотников, Вести, Кировская область. Тем временем потребительские цены не стоят на месте. Сотрудники Кировстата провели очередной мониторинг. И вот какая картина получилась. Цены на продовольственные товары в сентябре по сравнению с августом увеличились на 0,4%. На 7% подорожали сыр, молоко и молочная продукция. Стоимость яиц увеличилась на 6%. А вот некоторые овощи подешевели. Картофель сразу на 36%. Значительно выросли цены на огурцы на 53%. Лимоны стали дороже на 11%. Сотрудники наркоконтроля бьют тревогу. В последние месяцы в нашем регионе в разы увеличилось количество случаев отравления психоактивными веществами. Причем большинство пострадавших – подростки. Руководитель регионального управления наркоконтроля Вадим Коновалов дал эксклюзивное интервью нашей программе, в котором шла речь о проблеме подростковой наркомании. Интервью провел Михаил Конышев. Здравствуйте, Вадим Анатольевич. Хотелось бы начать наш разговор с того, что лежит у вас на столе. Это наркотические средства, которые были изъяты в ходе проведения оперативно-разгонных мероприятий. В представленных изъятых веществах находятся в районе 50 разовых доз. За каждой дозой, как правило, это привыкание и страшная последствия. В наше управление со станцией скорой помощи за последние 9 месяцев текущего года поступило более 85 сообщений об отравлении психоактивными веществами несовершеннолетними детьми. По прошлому году у нас за весь год было 20 вызовов скорой помощи к несовершеннолетним. А что говорится в этих сообщениях, вы можете сказать? Для примера, вот вам скажу, зачитаю. Интоксикация после употребления неизвестного психоактивного вещества, кома, госпитализирован в детскую областную больницу. У нас уже ситуация как бы дошла до такой степени, что скорая помощь выезжает непосредственно в образовательное учреждение нашего города. Получается, что ребенок либо в школу уже приходит в состоянии таком, либо непосредственно на переменах принимает вот эти вот вещества. На вопрос, почему у вас глаза красные, дети просто как бы по-детскому отвечают, что у компьютера долго сидел. То есть получается, что учителя знают об этой проблеме? Конечно, знают. Наши сотрудники уже прописали в школах не только города и области. Мы постоянно выезжаем и в районные центры, беседы, лекции, фильмы, родительское собрание. Проще назвать количество школ, где мы еще не успели побывать. Мы делаем все возможное для того, чтобы оградить наш регион от этого зелья. На сегодняшний день нами изъято почти 16 килограмм дизайнерских наркотиков. Это 527 тысяч разовых доз. Совсем недавно наши следователи закончили расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, в состав которого входило 8 человек, причем все молодые люди. Наши местные жители, кировчане. Они, значит, на протяжении 2012 года сбывали запрещенные курительные смеси сразу в нескольких регионах Российской Федерации. Организовали такой вот бизнес в кавычках. Значит, сбывались эти смеси в Кирове, Уфе, Магнитогорске, Оренбурге, Нижневартовске. Расследование продолжалось порядка 14 месяцев. Значит, от этой своей предпринимательской деятельности, еще раз скажу в кавычках, они заработали 25 миллионов рублей. Большую часть этих денег они легализовали через банковские счета. Санкции по данной статье очень серьезные. Организаторам данного преступления грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Вадим Анатольевич, как обстоят дела со спайсами, которые официально еще не признаны наркотическими, но воздействуют на организм точно так же? Спайс – это настоящая беда и головная боль для всей нашей страны, для всех регионов. Пока правительство наше запрещает одно вещество, наркодельцы уже готовы предложить потребителям несколько новых видов. Мы очень надеемся на то, что сейчас директор ФСКН России Виктор Петрович Иванов будет наделен правом приостанавливать на срок до одного года оборот веществ, имеющих психоактивное воздействие на организм человека. А что, на Ваш взгляд, еще может помочь в решении этой проблемы? Сделать прививку от наркомании нам не в силу. Здесь должна консолидация быть всего общества. Это должен понимать каждый. Родители для себя должны решить, что им важнее. Внешне благополучие семьи, собственная карьера, либо здоровье ребенка. Учителя должны понимать, что никакой имидж школы не стоит того, чтобы умолчивать о проблеме наркомании. Обычно граждане должны тоже быть немолчаливыми статистами. А если им известно что-либо о том, что несовершеннолетние подружки потребляли наркотики, пожалуйста, обращайтесь. У нас есть телефон доверия 42002. Информация, которая на него поступает нам в любом виде, либо подписывайте, либо анонимно. Мы отработаем каждый сигнал, выйдем по каждому этому сигналу. Не отстраняться от этой проблемы, пока она напрямую не коснется кого-то из наших близких. На неделе в Армении были госпитализированы 15 человек с подозрением на сибирскую язву. Все они употребляли в пищу мясо зараженных животных. По мнению специалистов, подобная вспышка заболевания может случиться и в нашей области. Источник смертельной опасности – захоронение больных животных, сделанные почти век назад и ныне полностью заброшены. Подробности в нашем репортаже из Афанасьевского района. Непроходимые заросли кустарника и деревьев на 800 квадратных метров и местами упавший забор по периметру. Если бы не табличка, простой прохожий легко мог бы проверить этот сибиреязвенный скотомогильник в Афанасьевском районе на наличие грибов или ягод. При этом последнее животное здесь было захоронено в 1926 году. Еще не прошло 100 лет, так скажем, да, сибиреязвенная, значит, спора. Она очень жизнестойкая, значит, живучая, так скажем. Значит, в почве может сохраняться длительное время и не терять свою опасность. Поэтому, конечно, здесь люди не должны проходить, находиться, собирать ягоды, грибы. Хуже всего обустроены, а значит, и наиболее опасны бесхозные сибиреязвенные скотомогильники. Таких в Афанасьевском районе всего два. Так как хозяйство владельца этих захоронений давно прекратили свое существование, состояние скотомогильников контролируют муниципалитеты. Деревянный забор и аншлаг – минимальный набор сооружений, которыми должен быть оборудован скотомогильник. В принципе, это должен быть забетонированный саркофаг с бетонными столбами и ограждением, для того, чтобы вообще не было проникновения на этот объект людей и животных. Конечно, на данный момент объект не соответствует требованиям ветеринарно-санитарного законодательства. В частности, вот как раз правил сбора и утилизации биологических отходов. В прошлом году на обустройство скотомогильников в Афанасьевском районе были выделены деньги из федерального бюджета. Но возвести бетонные стены вокруг захоронений так и не удалось. Мы пытались что-то на эти средства делать, но нас вовремя остановили. Оказалось, что оба сибириазвенных скотомогильника находятся на территории лесфонда. А на территории лесфонда, понятно, наши руки короткие. На сегодняшний день там межевание проведено, этих участков. Но документы ушли аж, по-моему, в Москву. Чтобы продолжить работу на скотомогильниках, необходимо эти земли перевести в другую категорию земель специального назначения. На таких территориях запрещено любое строительство и размещение всех объектов, кроме саркофага. Всего в Кировской области 67 зарегистрированных Россельхознадзором скотомогильников. И от качества их обустройства напрямую зависит здоровье граждан. За последние пять лет в России зафиксировано около 40 случаев заболевания сибирской язвой. Кирилл Сосолятин, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область. На неделе любители изобразительного искусства получили приятный подарок. В Кирове свои работы представил Владимир Корбаков. Как он сам себя называет, художник-хулиган и экспериментатор. Необычные работы одной из первых увидела и наша съемочная группа. Про себя он говорит. Пишу так, как будто сердце свое растираю на холсте. И добавляет полушитя полусерьезно. Художник в нем родился еще в утробе матери. За свою творческую жизнь он написал более 500 графических и живописных произведений. Но столько работ – это не карьера, а способ бытования. Осознание себя, своего предназначения и сформировало особый феномен в культуре творчества Владимира Корбакова. Когда подходишь к какой-то картине, да, и обычно же подходишь, и как бы вот в силу перспективы впечатление меняется, да, а здесь информационное какое-то содержание настолько велико, что подходишь, и вот это информационное содержание почему-то оно не уменьшается, понимаете, и как бы обогащается еще новым дополнительным смыслом. Заслуженного художника России подарила миру Вологодская земля. Здесь он родился и начинал свой творческий путь как пейзажист. И хотя Владимир Корбаков объездил весь мир, старинные города и деревеньки малой родины – самые дорогие сердцу. Это чувствуется в каждом холсте, будь то весна на золотухе или просто Вологодский пейзаж. Если бы не сказали, что вот, пожалуйста, мы тебя будем кормить, поедем краски покупать и останемся во Франции, я бы ни за что не остался, ни за что. Потому что, во-первых, это родная земля, и она меня питает. Особенно, когда я хожу волными ножками в земле, в Вологодской, в русской земле, я чувствую, что я подпитываюсь оттуда. Но художник считает, что искусство должно говорить о человеке, поэтому он прежде всего портретист. В годы войны был тяжело ранен, ему чудом удалось спасти правую руку. Суровые годы испытаний отразились в портретной галерее ветеранов войны. Владимир Корбаков обращается и к темам юности, детства. Это и грустный колорит в картине «Оля с куклой», и трепет в работе «Портрет дочери Наташи». При этом он поет гимн красоте обнаженного женского тела, бросив вызов времени. И дурачится, создавая свои лучшие артистические портреты. В этом весь он. Человек настроения, хулиган, смелый и дерзкий новатор. Вы посмотрите, с какой страстью все сделано. Со страстью. Не просто списано, как каждая волоска. Я просто выплеснул свои отношения. Страсть и любовь к этому человеку. Божественную любовь. Художник на празднике жизни. Так видит Корбаков свой путь и предназначение. Его влечет колорит, цвет, фактура. Он не просто пишет, а буквально лепит картину. И главное желание художника, чтобы это чувство радости передавалось зрителю. Я художник, который очень любит жизнь. Я очень жизнеразвитый человек. И вот Божий, божественный, прекрасный мир я воспринимаю с большой радостью. А, естественно, и Бога, и небесный сил мне очень помогает. И помогает, конечно, любовь. Любовь не просто любовь, в смысле, там, страсти к женщине. Это тоже в первую очередь. Любовь вообще к человеку. Любовь к каждому березовому листочку. Художнику 92 года, но картины отражают молодого душой. Возможно, Владимира Корбакова держит небесные силы, как на его картине. И неспроста на руку садится стрекоза. А сам он уверен, только верующий художник может сделать что-то по-настоящему прекрасное. Милана Поварницына, Игорь Охотников, Вести, Кировская область. И в завершении по традиции несколько слов о главной теме каждого дня – о погоде. Увы, середина осени не порадует нас теплыми деньгами. Холодный северо-западный ветер принесет осадки и минусовую температуру по ночам. Температура воздуха в Кирове минус один, минус три по области от минус пяти до нуля градусов. Днем в городе и по области переменная облачность кратковременной осадки. В Кирове плюс один, плюс три по области минус один, плюс четыре. Относительная влажность 64%, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. На этом все. Спасибо, что были с нами. Увидимся, как обычно, через семь дней. Всего доброго. До свидания.